МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Дота-2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Дота SLTV. Ну что же, еще раз всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Уже у некоторых, как бы это странно ни казалось. Только что начался 22-й час нашей прямой трансляции. И этот час будет последним на сегодня. Потому что у нас осталась одна игра на всех четырех стримах. Starluder 1, 2, 3, 4. Прямо на каждом из этих стримов сейчас идут последние матчи седьмого тура азиатской квалификации. Ну и мы здесь на нашей трансляции посмотрим за игрой Orange Zephyr. На втором стриме Arrow Mineski. На третьем First Departure Myth. И на четвертом RRQ против Skies. Именно эти матчи будут закрывать сегодняшний день. Вот она турнирная таблица Arrow 5-0. Абсолютные лидеры. Mineski 4-1. Именно они сейчас друг с другом играют. Очень интересный матч. Дальше 3-2 у Mid. 3-2 у Orange. RRQ 2-2. Тут, кстати, неправильное. У нас вбит результат. Потому что там ошибка у нас и на сайте, и на этом. У MVP должно быть 3-2. У Zephyr 1-4. Тут у нас ошиблись. Ошиблись в битии статы. Скоро мы это исправим. Не переживайте. Ну вот они составы команд. Winter is Aero. Shox. Indisius. Sharky против Purja. Kory. Osina. Blitz. Sexy Bamboo. Провальный пока квалификационный раунд для Zephyr. Ну и пока неплох для Orange. Orange 3-2, напомню. Zephyr 1-4. Если Zephyr проиграет сейчас, то, наверное, все. 1-5 это уже никуда. Если они там все остальное еще выиграют, то с 5-4 еще можно пободаться. Ну и Orange, понятное дело, тоже надо выигрывать. И это факт. Давайте осмотреть пики. Mirana. Наконец-то. Наконец-то. Оранжи у нас любят станы. Станы, блинки, нюки. Это они пикают фактически в каждой игре. Любят мобильность и фактически все ставят вот именно в этом ключе. В то время как Zephyr у нас уже удивляют. Sinking, Dazzle, Shadow, Demon. И это три суппорта. И это Night Stalker. Да, это три суппорта. И уже похоже на то, что Defear полностью отчаялась в том, что они могут переиграть как-то в макродоту, где там ганги, экшен и все такое. И берут себе Early Game. То есть пока полное отсутствие Late Game. Есть у нас только бойцы, которые сильны до 25 минуты. Ну и проблемы. Проблемы из-за отсутствия AOE. Да, причем его абсолютно нету. Ну как, есть? Один Sinking, но его одного мало. То есть есть у нас у Оранжи фактически все, что бьет хорошо. Это Акаша, Mirana, Shadow Shaman и Чен, что самое главное. Чена контрить пока очень тяжело. Ну и пока у нас все выглядит так, что Оранжи берут трех кипов, собираются в пятером и все. На этом Zipper Dota заканчивается. Ну, Karrison King для начала это тоже сомнительная довольно штука. И я так понимаю, вот эта трипла, она еще может пойти в сложную погулять. Ну, в общем, Dark Seer добирают Оранжи и у них, в принципе, хороший сбалансированный пик получается с Dark Seer в сложную квапа. То ли в легкую, то ли в мид, то ли в патма в легкую, то ли в мид. То есть, в принципе, это не важно. Shadow Shaman и Mirana сильная дабла. То есть, сетка, туда стрела, и это все работает издалека. Для Zephyr тебе нужно теперь, ну, нужно забрать просто все, что выиграет замес. Это, ну, наверняка был Tidehunter, но его Оранжи забанили, потому что Tidehunter у нас набирает обороты. И это Necrolite. Решили... Да, решили пожестяку пойти, Zephyr. Necrolite. Necrolite под Dazzle, который будет выхиливать всю компанию, будут его отжирать. Ну, так себе. Ну, довольно интересно, но, опять-таки, сомнительно, если честно. Ну, не видели мы его еще в этой квалификации. Да, я вообще его в этом году видел раза полтора, наверное. Ну, это герои, которым для того, чтобы производить демидж, вам нужно, чтобы люди были рядом с вами. Тут мы видим Мирана, Акаша, два станок дамагера и еще Shadow Shaman с Ченом. Они стоят далеко. Да. То есть ему, чтобы подойти, кинуть свои пульсы, там еще пока Аура начнет тикать, по Анитовикам она тикает меньше. Это, ну, очень слабо работает. И здесь нужно молиться на Найсталкера, что он в одиночку убьет, наверное, всю команду Orange Sports. Потому что для Найсталкера тут приятно. Ну, это, конечно, надежда правильная. Так оно и произойдет, скорее всего. Я вообще в этом не сомневаюсь. Мы все думаем именно так. Мы с детства за зефир. Да, я тоже люблю зефир. С детства, скажем так. Так, ну что же, Винтер. Винтер сыграет на легендарном Дарксире. На Чене будет играть Индолесиус в мид. Пошел Яэра на Квапе. Ну и Шокс на Патме. В легкую Шарке на Шедоушамане. Будет ему помогать. У зефиров по ролям, в принципе, все стандартно. Мы видим, что Иосин играет на Хэнкинге. Кэрри Сэнкинг Пудж играет на Шедоу Демоне. Они тут уже заныкались. Ну и бежит сюда Секси Бамбу на Дазли. В миде Блиц. В легкой, собственно, Кори. На Некрофосе. Сомнительный трипл лейн идет наверх. Очень сомнительный трипл лейн. Против них выходит Мирана. И даже если они все кастуют на нее, она лип аут. И до свидания. Ты ничего не сделаешь. Да, в то время как у нас есть Шадоу Шаман. Есть Чен. Это два самых агрессивных саппорта именно в связке. Которые способны выйти в центр, выйти вниз, пушить тавр, фармить лес. Способны делать что угодно. И ничего ты им не сделаешь в ответ вот такими ватными пареньками. Ну, ревью как? Нужно не кратить шесть слотов, чтобы выигрывать адекватно. Чтобы все это было под дазлом. Миллион плюс армора, миллион минус армора. И тогда, может быть, если Сан Кинг залетет в пятерых, то будет хоть что-то. И баланар. Но драться, да, если мы взглянем, драться нечем. Просто выходит Некрол, это вот дать клик. И тут должен врываться Сан Кинг. Ну и теперь мы с тобой наблюдаем, как Чен эту тему понимает. Понимает Чен, что придут к нему в Харлайн, что там будут убивать. Поэтому у нас выходит соло Мирана, которая купила сапог. Ты посмотри, Мирана у нас обо всем знала. Ну а Shadow Shaman, он с сапогом также ищет свой таргет. Кстати, любопытный билд. Когда ты понимаешь, что ты будешь бегать, причем ты будешь бегать от противника, то тебе не нужны статы какие-то там. Ну да, то есть ты уверен, что ты не будешь драться и так далее. Ну, тапок и поехали. Да, все, что тебе надо, это найти пацана и догнать на сапоге. Вот этот пацан, его сейчас будут догонять. Вот он стоит снизу. Да, Урсевич у нас уже взял крипа и идут вниз. Пока делают оранжи все очень грамотно. А Мирана, смотри, вот эти два пацана, они как стоят, так и стоят. И они, походу, отсюда не хотят вообще. Да, но это же Кэрри Сент Кинг. Вы что, или это все-таки Кэрри Дазл? Кэрри Дазл. Ну, судя, подожди, посудя. Да, это Кэрри Дазл. Мне интересно, когда они выйдут. Они, по-моему, ну, знаешь, так вот... Они ждут Патму, пока она поведется и так далее. Ну, что Кэрри Дазл? Ну, смотри, выходит на Некролайта. Начинает его пинать. Подходит у нас Шаду Шама. Урсевич клапает, подходит Дарксир и убивает Некролайта. Но эти ребята стоят и дальше. И сейчас они поубивают Крипов, только вот Шарки не надо танковать Тауэр, а то будет невесело. Он все-таки Раста, а не чертами кто. Да, и я вот так вот скажу момент, что когда противник делает вот такой момент, как минус один, то вот этим двум пацанам нужно сделать хоть что-то. Они такие стоят, как бы... И они такие вышли. И давай. И давай. Да, мы с тобой договорились перед эфиром, что мы сейчас с эфиром за эти 60 или 80 тысяч долларов, которые они отобрали у честных корейских дотеров, мы им за это впишем сейчас. Да, мы уже вписываем, то есть. Да, не, ну им вписывают все, кому не лень, но мы им впишем еще больше. Чтоб знали, как вот это собирать стак, ехать в Корею, где только-только зарождается дота-движение, и забирать у местных бабки. Да, бить детей, которые... Бить детей, да. Да, вот это действительно, как, знаешь, возьмет Коби Брайан, приедет куда-то в Вологодскую область и будет там на чемпионате района валить всех. Потому что, ага, зато я топ-1, и тут платят денег, спонсор великий. Как нас понесло. Да. Ну и в итоге Тауэр падает. То есть, смотри, ситуация очень простая. Им забирает нижний Тауэр. Сверху Мираны нет, да? Сверху Дайс Дазл. Если мы будем стоять вдвоем, то не произойдет ничего. Следовательно, самое адекватное решение для Шадудемна и Сенкинга хотя бы сходить на центр. Чертями закрыты. Ну или так. Или так. Ну, просто, дело в том, что здесь есть энчантры, здесь есть Дарксир. Они могут давить линию, они могут сейчас вот сюда встать просто за Т2 Тауэр и все. И делать то же самое, что они сделали за Т1. А что может сделать Сенкинг левел 1? Вот. Умереть от Матмы первого левела тоже, да? Не, она уже второго. А, она уже второго, да. Серьезно, она сейчас на него липнется, а он умрет. Смотри сейчас. То есть, вот в миде выбежал у нас на Блица. Они решили пушить. И убили. Оп. Отлично. Ехала дальше. Да, а пока у нас ребята из, ну, из Оранжа четко понимают, что делать. Ну, шикарная игра. Только Шарки сейчас агрит на себя Тауэр и умрет. В то время, как вот эти ребята, я не знаю, вот как они выглядят те 80 тысяч долларов, но сейчас они... Ну, сейчас это действительно похоже на стак паберов, которые вообще не понимают, что происходит в Доте. И Ква Паща ставит паузу и, наверное, спросит, мы случайно не против Баттона выиграли? Это как Джей Донг выехал. Выехал в Тауэр и играл против какого-то парня из там, из Арабских Эмиратов. Я помню, мы с тобой смотрели этот стрим прямо в эфире, это было в ЭЦГ, где-то там в этом, в Китае, 2010-й, по-моему, год. Да, я думаю, что против него PC играет, потому что разница не сильно отличалась. Блин. Не, ну тут действительно похоже на то, что это играют боты. И на самом деле, я думаю, Миран, думаю, точно так же, потому что, знаешь, как у бота программа, мы стоим, мы стоим сверху, мы особо не кое-нибудь двигаемся, стоим, бьем крипов, вот они стоят и бьют крипов, не двигаясь куда-то. Их ничто не смущает, то, что упал Тауэр снизу, упал Тауэр с центра. А сейчас упадет еще один на топе, и там шестые левела, скоро урасты будут, и пятый левел уже у Квапы, и Патма третий левел, и Патмы уже фейзы, кстати, прошу заметить. Тауэра-то падают, да, и бамбую, думают, что вообще за фигня, я как бы на фрифарме тут стою, а тут кошечка дергает меня. Думают, вот сейчас я ее просто захилю до смерти, я же керри дазл. Черт, я не хочу прикалываться, я вот сейчас зрители могут на нас, конечно, обижаться, что мы вот ничего там, мы не... Там что там, Дараксир, Дараксир кого-то убил, да, опять Некрофоса. Могут на нас обижаться, что вы гоните на... Ребята, 80 тысяч долларов выиграли, да. Да, вы на них гоните, вы вот вообще ничего не достигли, гали мои комментаторы. Ребята, мы уже 22 час комментируем Доту. Мы хотим увидеть хорошую катку Доты. Да, да, мы уже сегодня видели, когда Морфоса... Ну вот это нормальная катка, а здесь тупо трэш, вот просто люди не умеют играть в Доту, вообще, смотри. Какие еще есть вопросы? Вопросов больше не имею. Сын Кинг, левел 2. Взял инвиз, пришел, убил. Почти. Пурж идет. А я еще добавлю такой момент, что дазл стоит против соло Мираны, и для того, чтобы убивать Мирану, нужно максить яд. Но если ты будешь максить хил, то ты физически ее не убьешь вообще никак. В чем план? Дожди, у них, наверное, план, ну, типа, много хила, Некрофос и дазл, и мы, типа, идем, и, типа, хилимся, живем, все дела. Ну, суть-то в том, что сейчас 5 игроков Оранж выходит на бамбу, он даже не предполагает, что это происходит. То есть, вот побежал у нас Дарксил. Вард, вард спалил. А, вард спалил, ну, окей. Не суть важна, суть важна, что в миде сейчас квапа и 5-й левел, и ее идут гонгировать. И, пацаны, так, смотрим, смотрим. Она понимает. Там Сайленс есть? Есть, есть Сайленс, Найс Талкер, что-то. Она все понимает. Конечно, понимает. То есть, ну, просто пушат вверх, да, где же эти два молодца? Они где-то здесь. Ну, они гонгируют. Не, я вот реально, то есть, если отбросить все из девки и так далее, ну, реально, Зефир здесь играет просто как стадо баранов, извините. Ну, то есть, они не делают ничего. Изначально пик был мало того, что неудачный, я понимаю, они хотят всех удивить, типа, мы же в Корее долго тренировались. Но пока игры толком нет. Да, у нас тикает ночь, и за эту ночь ничто не происходит. Сталкер бегает, видит, что четыре героя вместе, и они на порядок сенеем. Не понимает, почему там, допустим, Шадоу, Шаман, Чен, они четвертые ловила, а Сан Кинг и агрессивный Шадоу Демон вторые. При этом они не имеют даже сапога у себя. Не, ну, сапог Сан Кинг себе купил, так что это нормально. То есть, тут он уже опасный гангер. А на топе не убили, решили убить снизу, опять-таки, Некролит. А Некролит понимает, что что-то не так, Раста не догоняет его. Ну, Некролит, кстати, 21 на 7 имеет крипстат, неплохо. Да, Некролит молодец. И вот пока у нас такая движуха продолжается, я просто скажу, что надо было делать. Когда вас пушат Чен, то у вас варианты два. Это пойти в центр, убить мидера, когда уже понимают, что вы сверху или второй. Просто прийти к Некролиту и ставить триплой снизу, да? То есть, ну, нормальный триплой. Там Шадоу Демон прячет, Сенкинг копает, Некролит промажет, ну, хоть что-то. А в итоге они просто отдали один свой тавер, отдали второй свой тавер, отдали третий свой тавер. Как будто, знаешь, вот теперь крипы будут ближе к Некролиту, ему будет проще стоять и фармить. 7 минут игры прошло. Сенкинг ни разу не завязал ни один скилл. За 7 минут игры, ни разу. И он даже лес не фармит, я прошу заметить. Да, он просто стоит. Вот давайте, сейчас будет минутка из жизни Сенкинга. Давайте, дабл кликнул. Так, смотри. Миллиональный игрок, 80 тысяч долларов, первое место в Корее стоит и не получает левел вообще для себя. Дождей принес себе вард. Смотри, пошел ставить вард. Сенкинг левел 2. Так. Так, идет. Ставил вард. Ух ты, смотри, спалил пацанов. Вот это, кстати, нормальный был мул. Ну, пацаны спалили вард, так что. Ну да, пацаны спалили вард, но он-то красавчик тоже. Смотри, идет дальше тыкать вард. У меня, знаешь, можно делать ставочки. Получит ли Сенкинг 6 левел к концу игры или не получится? Нет, я думаю, нет. Я уверен, что нет. Я дальше, вот минутка, уже полминутки прошло из жизни Осина. Так. Не запулил. Поздно. Оставил там одного маленького кентавра. Тут тоже не решился. Сейчас смотрит. Так. О, спрятался. О, процесс прошел. Прикинь, что... Хорошо. Это первого левела песок. Он будет фармить минуты две, наверное. Не-не, я на полном серьезе. Вот я начал смотреть в 7.30 на него. В 8.30 я посмотрю. То есть, ну и вы понимаете, что это ГПМ у человека какой. Вот. 8.28. Сейчас зафармится два раза по 28 копеек, да? Да. Ага. Ему надоело. В сурки. Ну, более-менее. Двух крипов он забрал. Уже хорошо. Вышли скелеты. Там на топе убивает. Я забил на Сент-Кинга. На топе цепанули у нас Кэрри Дазла. И Кэрри Дазл погибает. Я объясню, что изначально было. Изначально стоит Мирана. Стоит Дазл, который максит хилл. Приходит к нему Шадо Дема. И такой, братан. Ну все, давай, убивай. Мы, как бы, ну, команда вместе, все дела. В итоге Мирана юзает лид. И все, ганг провалился. Да. На этом все закончилось. А здесь, на секундочку, у Чена появляется Мека. На секундочку. Да. И фейзы есть у Патмы. Просто вынесет Майл Штром сразу, чтобы не париться. Квапа у нас тоже довольно неплохо себя чувствует. И я опять возвращаюсь к нашему Сент-Кингу. Ну, Сент-Кинг, он теперь понял, что он делает. Но есть фишка, что Сент-Кинг это мог делать не с девятой минуты, а, не знаю, с первой минуты, как, знаешь, у нас любой пабер идет в лес. Нет, нет, нет. Смотри, что сейчас он делает. А, смок-атака. Не, он... Да, это смок-атака. Для кого? Слова. Три-два смока. Два смока. Хорошо. Так. Так, похилились. Поехали. Поехали, 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 давай. Все время... Время бить лицо. Да. Днем, пока у нас сталкера нету ночи, пока нету искусственной ночи. Пошел смок, Иосин. Так, ну и атака на Патму. Давайте смотреть. Иосин, левел три. Нет, не на Патму, в мид все-таки. Да, в мид нужно обойти Шаду Шаман. Да, ну на Расту будут нападать, на Спорт Расту. Там Мекку, кстати, купил Некролит. Нормально. Так, Иосин. В смоке. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Так. Так. Напомню, что в 7.35 мы начали за ним наблюдать. С того момента прошло, так, Сент-3, Иосин, не спалился. Так, есть Мека, Иосин. Закончился смок. Но есть еще один, кулдаун, правда. Пока все это происходит, у нас... Там, там, да, там Рошана убивают, но это не суть важная. А вот жизнь Иосина мне интереснее сейчас, чем... Все, это пуш, вот он пуш пошел. Наконец-то. Вот Ахилла-то масса, а в натуре-то, смотри, Ахилл-то 4-го левела здесь, 4-го левела здесь, Мека. Как у нас 3-го левела, как много он сделает за Месси. Ну смотри, а там Рошан. А там Рошан. Тауэр почти убили. И секси-бомбой такой. Папа прыгает, просто байтит на себя. Винтер побежал. Винтера. Идет, идет Осин. Осин идет. Шедоу-демон кого-то спрятал. Копает Иосин. Так, стягнули. Так, потеряла Аэгис. Папа убили Сент-Кинга. Кори пытается выжить. Дает хилл, дает хилл. Дальше, дальше разбегаться. Так, Вапа уже жива. Догоняет дальше. Патма с Тарфолом. Винтер бежит до конца. У Винтера стяжки нет. Ну и ты смотри. Иосин. Иосин. Есть хилл у Чена. Слушай, а сейчас же оно хилл у Чена. Происходит переворот. У нас есть Мирана, которая очень делает очень много дэмоджа. С Тарфолом у одного, С Тарфолом у второго. Забирает у нас Дазла. Начинается драка дальше. Сталкер бежит. А что ему еще делать? У нас Сент-Кинг убегает из песка, но нет у него стана. И это минус 3. Да, Сент-Кинг опять погиб. У него 0-2-0, 4 крипа убитых, 4-й левел взял. 8-1 стал счет. Расту все-таки убили. Да. По деньгам я не буду смотреть. Ну, нормально пока, если что. 10 тысяч голды ведут. 13 тысяч на 21 просто. И по XP, ну, то же самое. Патма купила Мидас. Ну, в принципе, по такой игре это небольшая проблема. Ну, да. Теперь у нас единственное, что осталось с Оранжем, это просто добить парочку своих левелов, чтобы был сильный проказ. То есть Дарксиру взять хотя бы вакуум там второго-третьего левела. Да-да-да, потому что ему явно не хватало. И у него первый был вакуум. И вот в драке, если бы у него был бы вакуум хотя бы левел 2, тут бы, ну, было бы салат. Да, легла бы вся команда. Ну, и Чен у крипов. У Оранжа все хорошо. Могут идти дальше. Прессовать. А у нас Зефир. А у Зефир идут пушить. Яростно. Ну, ты посмотри, какая у них крутая связь. Ну, там, кстати, у Оранжа-то есть уже варды. Ну, вот варды в диффенс ставить, это как-то не по-пацански. Не, можно просто убить. Тут выходит Сова. Сова начинает. Так. Ару! Секси-бамбу. Тавер заденали. Сова кастует прям в лицо Секси-бамбу. И никто ее не трогает. Она продолжает кастовать. Приглашает на танец. Смотри, продолжает кастовать. Просто в лицо, реально. Ну, Тавер заденали. Тавер забрали. Так что, в принципе, Зефиры... Ну, стратегия работает, как мы с тобой видим, да? То есть, что-то действует. Да, что-то додействует. То есть, я ничего против... Ну, вообще, игра у нас абсолютно сумбурная. Потому что, вот, уже минут пять тысяч происходит в минде. Пять на пять. Никто не фармит ни низ, ни вверх. Снизу-то два таверша сам упадет вообще. Кому эти линии нужны? Да. И вот идут дальше Секси-бамбу. Заденали даже Соуха. Не дают ни копейки Секси-бамбу. Он, кстати, купил барабаны и фызы на Дазли. И они идут дальше. Ты посмотри. Да, они идут на Т2. Сатир. Заду по-бамбу. А дает очередного крипа, кстати, на самом деле важно. Потому что уже второй крип у нас у Чена умирает. И у Чена фактически сейчас нет никого. Хотя... У Чена не доконтраливает немножко. Сейчас Патма дает инвиз. Да сейчас будет давать стрелу. Нет, пацаны убегают. Они почувствовали. И стрела мимо. Какие оранжи осторожные. Ты посмотри. У них преимущество. У них... У них все есть. Они стоят у себя под тавером и ждут, пока эти нападут. Так, так, так. Так, сейчас сказать, Патму поймать могут. Патма спалила всю движуху, по-моему. Или ее спалили. Варт спалил всю движуху. Варт спалил. Так. Убегает отсюда Винтер. Дали барабаны. И это погоня за Растой. Погоня за Растой. И Грасту-таки поймает. Да. Поймали. Поймали. Шаркета. Ты смотри. Шаркета загулял. Ну и это второй фраг. Так у нас Зефир тащит катку, слушай. У нас несмотря... Вот я представляю, что было бы, если бы сейчас Санкинг был уже с Блинкдаггером седьмого, восьмого левого. По-моему, Борн же вообще из-под Тавра. Но у него четвертый. Я напомню нашим зрителям, что у нас идет пятнадцатая минута игры квалификации на Интернешнл. Это квалификации, мать их, на Интернешнл. Пятнадцатая минута левел четыре Санкинг. Это лучшая команда мира играет. Удали доту нуб. Ты ему в приват пишешь, да? Да, я бы общий чат хотел написать, но я культурный. Не, ну вы извините, у меня немножечко уже пригорает от такой доты. Да, немножечко пригорает. Ну я после такой квалификации на месте Нэксон запретил бы Зефир играть в турнирах, потому что они показывают плохой пример корейским дотерам. Вот так. Там, кстати, смотрите, Блиц-то в Инвизе бегает, и сейчас будет кого-то цеплять. Нашел зоопарк, который тут собрал Сетчен, и на топе будет атака на Патму, и Патму-то могут убить, потому что будет Сайленс, и будут атаковать ее. Если слишком далеко сейчас пойдет Сокс, берет он десятый уровень. И ушел. Шокс, точнее. Да, и просто ушел. Баланар, Инвиз, пока еще не кончился. Представь себе, насколько Зефир жесткий характером. Да. Они идут на тавер, бьют его, а их боятся. Натуре. Чен Грипов просто в дань отсылает, знаешь, как вот когда 300 лет в России была, потому что мы здесь, как Орда нашла. Ну, а как это мы другом скажем? Да, да, да. Раста Даггер. Раста покупает Даггер. В то время Сент Кинг взял пятый левел. Шестнадцатая минута матча. Сент Кинг левел пять. У него есть тапок, стик и 800 голды. Я помню одного такого Сент Кинга. Ярослав его зовут. Там рекорд пожертв. Так, Иосин. Отличный подкоп. На разводе получает хекс. Сетку, стрелу. Идем дальше. Преследование нападает у нас на Бомбоя. Бомбоя бежать. Кэрри Дазл. Кэрри Дазл. Бомбоя бежать. Не останавливаться. Кулдаун ТП. Нужно что-то сделать. Помощь зала. Звонок другу. Сделай. Хочешь что-нибудь. Нет. Бомбоя умирает. И гонится. Гонится у нас Мирана. Оранжи. Ночь закончилась. Мать жиранства. Резко почувствовали свою силу. Вообще все решили кинуть друг друга. Врывается Шаду Шаман. У него блинг начинает по-кустить. Мало ДПС и нет станов. И Сенкинг. Сенкинг. Да. Причем заметь. У него были деньги на ТП. У него даже было ТП. И у него кстати уже 1100. Так что теоретически там будет. Стрела. Хорошо. Поймал 5 секундочку. Но Сенкинг защищает. Так что тут нет. Продолжаем. Продолжаем. Сенкинг. 0-3-0. 7 крипов. Сейчас. Ну-ка. Жди опыта в минуту. Интересно. Ребята. Не. Не. Ну соточку не дотягивай. Квалификация на Интернешнл. У него 99 XP в минуту. Не. Все. Ты понимаешь. Что если он бы здесь в кустах. Вот здесь. Вот тут. У него было бы больше. Но он бы тогда не умер три раза. Да. Вы же спросите нас. Что мы троллим игрока. Ну действительно. Просто. Уже 22 час эфира. Мы уже столько всего увидели. Но когда мы ведь такое. Хочется рыдать. Хочется сотреть доту. Квалификация. Битва. Но это. Лучшая команда мира. 5 миллионов долларов. Дарья. 5 миллионов долларов. Думает Сангик сейчас. О. Смотри. Иосин. Иосин. Сетка. Вот так вот. Иосина притушили. Пятый левел. По-прежнему. 5 миллионов долларов. И тут такое. Пятый левел на девятнадцатой минуте матча. Тапок. Magic Stick. Продолжаем. 11-2. По деньгам. По-прежнему кстати не 7500. Так что там преимущество растет. Варды кстати раз потокнуло. Дреха подальше. Чтобы проще забрать этот тавер. Ну и наверное уйдут сейчас после этого тавера. Смысл дальше идти. Не надо было варды я думаю ставить. Я согласен да. Потому что. Мульпау. Тут есть еще один тавер сверху снизу. В общем то противник не горит желанием драться пока нет ночи. Сталкера у ночи очень короткая. И эти варды сейчас начнут фармить смотри. 200 голды подарили. По итогу. Да. Сейчас все компании конечно они перетянулись наверх. И стянулись по карте. Но лучше всего идти вниз. Поскольку вы параллельно с тем что бьете нижний тавер. Вы еще забираете весь свой лес. То есть для сечена это вообще сказка. Ну и в итоге у нас вот мутки. Мутки сверху мутки снизу. И подходит зефир всей тусовкой. И они подходят. Да есть же. Шестой лайф. И они думают. Санкин где же твой блинк. Как бы не знаю. Люди наверное думают. Вот я в папочке выношу блинк там на восьмой. На десятой минуте. При том что я не делаю ничего. А ты тоже ничего не делал. Где же твой блинк то да. Так кстати по артефактам. Если полностью пробежаться. У Патмы мы видим Персеверанс. Есть Мидас. Фейзы. У Раста есть Даггер. Аркантапки 500 голды. У Дарксира есть Пайп. 1000 голды. Аркантапки. Щиток. У Квапы. Некробук. Второй. Третий летит уже в. Да. Вот он третий летит. Сафу Визардра летит. Индуристису тоже. Который играет на чене. У него тоже мека здесь. Тут кстати у Некрофоса. Довольно неплохо. Потому что есть Мекамз. Есть ПТ. И у Баланара должно быть неплохо. Да. У Баланара БКБ она подходит. То есть здесь Блиц нафармил. Да. Блиц у нас здесь нафармил. А я тем временем тут стараюсь. Посмотреть что в чате пишут. Что-то. Интересная реакция людей. Я надеюсь ничего не пишут. Я надеюсь это уже никто не смотрит. Смотрится и Минески параллельно. Как Сара играет. Ну что если вы это еще смотрите. Выключите. Срочно выключите. Или выкалите себя глазами. Да не дай бог вы подумайте. Что это пример того как надо играть в Доту. Для того чтобы выиграть там 5 миллионов долларов. Для того чтобы вас позвали на квалификацию. И вы начнете играть так же. Поверьте. Я думаю. У нас. У нас играют пожестче ребята. Даже все. Ну я думаю что на Аматерке раунд вы пройдете где-то. Может быть. А может и нет. Кто-то у нас двигается. Двигается вниз. Так ночь и ночь. Ночь темна. Очередные варды. Осторожно у нас играют оранжи. Забирают очередной барак. И вот наконец-то вот только сейчас посмотрю что начали делать зефир. Бомбои понял сразу вообще в чем. Всякий пешком как бы хотя бы в музах играл. Да и хороший результат на интернешнл показывал. И он знает что делать. Но вот Сенкинг он дальше стоит на своей базе. И смотри. У него нет маны на ульт. Да у него нет маны на ульт. Но у него сейчас будет даггер. У него сейчас будет даггер. Смотри Некрайд оставляет Сенкингу всех крипов. Поднимает. Нет не оставляет. Посмотри. Вся команда уже решила работать на Сенкингу. Не ну это нормально. У него сейчас будет 8 левел и будет даггер. Да. Ну если вот показать по примеру своих союзников. Он бы мог спокойно пойти в лес и просто зафармить вражеский лес. И мы видим что реально. Он должен был это сделать где-то минуты начиная с второй. Минут 20 назад. Да, да, да. Минут 20 назад. Потому что сейчас 22 минута. И мы видим что... Что наконец-то есть блинк. Но знаешь, я чувствую что будет что-то еще веселенькое связанное с этим. Вот. Вот теперь как только прилетит блинк. Еще он еще его не купил. Так что как только он получит блинк, чувствуем дальше продолжим веселиться. Но у Блица есть уже БКБ. Но правда там уже огромное количество дэмэджа с руки. И у той же Патмы. Тут Некра уже у Чена появились. Некра... Нет, Форстав собирает нас. Шедоушаман, да. Вот Некра первая у Чена. Тут Пайп. Ну короче... Тут очень-очень много уже артефактов. Да, и ощущение, что Оренжи сейчас своих противников будут убивать суммонами. Потому что армия Чена, какие-то крипы. Все под Пайпом. Варды расходят. Ну да, и как ты это поубиваешь. Вообще никак. И справьтесь сначала с этим. Да, у Некролайта наступают тяжелые времена. Потому что он покоится не в танка. Если вы играете Некролайтом. И ваша задача идти вперед и танковать. То Мека будет слабовато. Потому что за 4000 вы себе приобрели только плюс 5 кп. Все. Ну и 5 броня. Он танкует очень слабо. У него всего 929 хп. Его по-моему Акаша сейчас соло накроет. Ну на пару с Некра. Ну кстати у Патмы тут появилась Линка. К нам пришел Витя. У Витя уже закончился матч что ли Минески против этих? Ару. Ару 6-0. Ару выиграли у Минески. Да, Витя, она здесь все еще не ясно. Здесь до сих пор идет сражение. Витя, у нас тут гениальная игра. Ты потом пересмотри обязательно. Вот. У нас Сенкин взял 6 левел на 20 минуте. Слушай, у вас аппарат на 45-й был 9-й и ничего. Да, не, но там был нормальный аппарат. Он не был чемпионом Кореи. Он хотя бы... И не выиграл 85 тысяч долларов. Если что. Так, так, Блиц. БКБ не помогло. И Минус Блиц очень быстро. Гоня дальше. Видит секс и Бамбу. У тебя стрела Бамбу. Ся Форстафф и Сенкинг у нас в кустиках. Смотри, смотри. Давай, 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 брат. Давай в толпу прыгай. Давай, брат. Шанс же, шанс же. Давай как мужик. Будь мужиком. Давай, кастуй. Кастуй, Йосин. Кастуй. Кастуй. Так, а стой ты. Прыгнул. Куда он прыгнул? Браво. Браво. МВП. Лучший. Это... Это Интернешнл, ребята. Welcome to the International. Тут надо просто голос Гейбанью. Подожди, подожди. Подожди, он продолжает. Смотри, куда спрятался. Ты хочешь, он не допрыгнет. Я знаю, что он не допрыгнет. Поэтому я смотрю, он не допрыгнет даже близко. Но он ждет Дазла. Без Дазла он не пойдет. Давай, братан, ты должен хоть раз подкопать за игру. Я... Ну, вы извините, мы там не показывали вам драку. Там все понятно было. А вот как Сенкинг вошел в драку, это действительно... Это было прелестно. Да. 15-2. Оранжи. Ну, знаешь, мне тут немножечко жалко. Оранжи, потому что, ну, они действительно стараются. У них 3-2. Они сейчас борются. Ну, 4-2. И у них отличные шансы. У них остается всего три матча завтра. И у них отличные шансы на попадание в плей-офф. То есть, они сейчас потеют. Ой-ой-ой. Ну, пусть отрабатывают. Это понятно. Так, а Зефир тебе не жалко, ребята? Нет, Зефир мне не жалко. Зефир... Зефир... Ребята целый год в Корее потели. Ты, между прочим, имею в виду. Они там старались. Развивали киберспорт Кореи. Да. Поднимали его с нуля. То есть, ребята действительно сейчас вот в шаге от вылета с этого турнира. И нужно... Ну да, нужно подсобраться. Потому что, что это такое? Ну ладно, Смоу Ганг. Смоу Ганг от Иосиной компании. Давайте. Ребят, я вас верю. Пурж, кстати, седьмой левел. Пуржа хоть что-то есть. Да, и по-моему, кстати, Иосин Капитан. Он на синем слоте есть такая вероятность. Самый жесткий игрок с этой бандой. Пикал секси-бамбу. Пикал секси-бамбу. А, ну тогда, блин. Иосин на синем. Ну что, поймает. Поймает же Чена. Давай, Сенкин, красавчик. Песок сразу спрятался. И смотри. Хорошо. И смотри, Чена-то убили. Хорошо. Хорошо, но построилась вся компания. Живы у нас крипы. Есть Мирана, Низайца, Инвиз. Тут нападает у нас Драксвир. Блестящий вакуум. Ультра Акаши. Очень больно всем. Все бьют всех. К сожалению, Сенкин не копнул никого. Теряется тут Аэгис у Квапы. Мы видим Сенкинга, пока разменяли. На Чена стрела не долетает. Пуржа здесь убили. Ну и мы видим, остальные должны убегать. Кори бежит далеко. Шарки прыгает. Но тут БКБ. Шарки вперед тебя толкает. Тут тоже Форстаф. Шарки погоня идут дальше. Но Патма дает сейчас Ауру Липа. И Квапа уже здесь. Кори. Сенкинг не взял ультимейт в этой драке? Нет, Сенкинг не взял ультимейт. Он, я не знаю. Он просто не подкопал. Никого. Ну, нет, да. Он не подкопал. Первый раз он подкопал. А второй раз он просто никого не подкопал. И дальше он уже забил. Я думаю, в этот момент, зачем ему ультимейт и зачем ему Блинк. Собрал бы себе четыре брайсера. Смотри, 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 смотри. Смотри. Давай, мужик, давай. Ну, это шанс, кстати. Винтер красный. Нужно Винтера убивать. Нужно прыгать. Йосин, ну хотя бы капно бы ты, Винтер. Что ж такое-то? Что ж ты делаешь-то? Что ты с нами творишь, Йосин? Да, он просто... Винтер стоит красный под тавером. Он стоит на него смотрит. Так, Йосин мне уже начинает серьезно. Не нравится. Умирает тут бамбу, Йосин выходит из своей позиции. Йосин, давай, 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 брат. Давай, брат, мы с тобой. Вся Россия, вся Украина, мы все с тобой. Давай. Кастует. Кастует. Нормально? Нормально, хорошо. Ну, молодец же. Молодец же, вкастовал. Куточка, вот так и надо, продолжай. Смотри, Квапу убьет, Квапу убьет, Квапу убьет. Йосин, ну почти. Черт. Ну, почти. Йосин был близок к пяти миллиондаю. ГГВП. Ну, увы. Молчание. Молчание.